25 апреля 2021 года Каз Авторы сценария Жан-Пьер Жене и Гийом Лоран взяли за основу сюжета известные тропы романтической комедии, но полностью их перевернули В изобретательных свиданиях, характерных для ромкомов, участвует только один из влюбленных И герои даже не встречаются, вплоть до финальной сцены Все развитие отношений происходит в голове у Амели, именно ее глазами мы смотрим на происходящее Чтобы показать внутренний мир героине, которая в детстве не общалась с другими детьми и жила в пространстве фантазий Режиссер использует множество приемов Здесь и включение Амели в реальную черно-белую хронику И визуальные эффекты для передачи психологического состояния И сериалистическая нарезка из архивных кадров, с помощью которой девушка объясняет себе, почему парень не пришел на свидание И отрывок из советского фильма, слегка странно звучащий для русскоязычных зрителей, несмотря на субтитры С помощью ракурсов и саунд-дизайна Амели на время попадает в детективный триллер А чуть позже это происходит и с ее возлюбленным Нино Вычурная операторская манера Брюно Дель Бонеля не только показывает, каким удивительным мир видится Амели Но и служит дополнительным намеком, что ей комфортно только одной Например, когда она читает альбом, который только что обронил Нино И ненадолго укрывается от внешнего мира, узнавая объект влюбленности На контрасте почти все сцены, в которых девушке нужно общаться с другими людьми, сняты статичной камерой Вот она слушает консьержку и практически все время молчит А вот она не может наладить контакт с отцом Большая разница с тем, как снято ее любимое занятие – пускание блинчиков по воде Кстати, это кадр, которым оператор гордится больше всего Или же выбивающийся из общей стилистики эпизод, в котором Амели переводит слепого мужчину через дорогу И заодно в красках описывает, что его окружает Здесь ручная камера и быстрый монтаж передают ошеломление старика перед буйством окружающего мира Даже закадровый текст, легко переключающийся с одного интересного факта на другой И комментирующий действия пространными предложениями Похож на ненаписанный роман или даже сказку, в котором как будто бы оказалась главная героиня Во многом фрагментарность повествования и такой большой набор киноприемов отражают фрагментарность сознания самой Амели Хотя сложно отрицать обаяние Одри Тату, ее героиню вряд ли можно назвать взрослым человеком Она, не задумываясь, нарушает чужие границы, например, фальсифицируя письмо от давно ушедшего мужа-консьержки Легкомысленно относится к чувствам окружающих Внушает продавщице из табачного отдела, что в нее влюблен ревнивец Жозеф А издевательство над сварливым лавочником Калиньоном и вовсе напоминает методы штази по сведению с ума о накомыслящих Все эти игры нужны Амели, чтобы уйти от реальности, избежать общения с людьми и не решать свои проблемы Ведь если умерить яркие цвета и убрать музыку Яна Тирсона, то ее история начинается как чистая драма Единственного друга, золотую рыбку, выпускают в канал Отец не умеет с ней разговаривать, а мать погибает прямо на глазах девочки Неудивительно, что Амели замыкается в себе и в воображаемом мире В этом смысле ее сюжетным двойником становится пожилой сосед Стеклянный человек, которому по состоянию здоровья запрещено выходить из квартиры Именно он в итоге и проговаривает главную мысль фильма Жить в мире фантазии нельзя Вы не имеете в воду в воду, вы можете выкогнать на жизнь Если вы оставите эту шансу, то с тем временем, это ваш мозг Другое дело, что режиссеру Жан-Пьеру Жене гораздо интереснее и милее странностей и чудачества своей необычной героини От выдуманных друзей с настенных картин До удивительных игр воображения В этом главная проблема с фильмом Амели, который идеализирует не вполне здоровое поведение И для целого поколения зрителей сформировал представление о романтике и отношениях Но в этом и главное его преимущество, потому что фильм Жене дарит удивительную возможность полностью раствориться в ненастоящем и таком притягательном мире фантазии Амели И вместе с ней перенестись в идеальный Париж Визуальный стиль Амели не спутать ни с каким другим фильмом Чтобы создать на экране свой Париж, Жене маниакально улучшал места, где проходили съемки Оттуда убирали мусор, стирали уличные граффити, а вместо них вешали афиши, более подходящие по духу сказочной вселенной Амели Эффекты воображаемого пространства получилось добиться благодаря цифровой цветокоррекции В Амели доминируют зеленый и красный цвета с менее яркими вкраплениями желтого И если присмотреться, то на заднем плане в некоторых кадрах окажется много людей именно в зеленой и красной одежде Такого же цвета две машины на другой стороне улицы и трубочки в кафе В некоторых сценах создатели даже добавляли на постпродакшене синюю лампу, чтобы уравновесить картинку Цвета помогают разделить разные локации Квартиры Рамона Дюфаэли и Калиньона, как более взрослых и спокойных персонажей, решены в зеленых тонах А место обитания Амели наполнено красным цветом Как, например, и работа ее возлюбленного Нино А в этом кадре авторы увеличили насыщенность только овощной лавке, чтобы выделить ее из окружающего пространства Давайте попробуем притушить в некоторых кадрах фильма яркие цвета И изображение сразу теряет часть своего рукотворного обаяния В визуальном решении Жене вдохновлялся полотнами бразильского художника Хуареса Машаду И комиксами Жака Торди, для которых характерна очень подробная отрисовка и выверенная мизансцена Помимо цвета, созданию атмосферы другого Парижа помогает характерная геометрия кадра Центрированная композиция Слегка заваленные ракурсы, так называемый голландский угол Резкие наезды камеры, когда закадровый голос представляет героя Съемка широкоугольным объективом А вот на заднем плане проезжает поезд Все для того, чтобы изображение получилось интересным и нестатичным На контрасте с вычурным визуальным рядом музыка Яна Тирсона подчеркнута минималистично Чаще всего это или простая мелодия на пианино Или перелива аккордеона, самого французского музыкального инструмента на свете Или уютный звук ксилофона, пробуждающий воспоминания из детства, как случайно найденная в стене коробочка Весь фильм пропитан ностальгией На нее работает и выбор старомодного трехдольного вальса для заглавной темы И виниловый проигрыватель в одной из ключевых сцен И черно-белые вставки из прошлого Сейчас уже и сам фильм стал объектом такой же ностальгии Запечатлев мир, который никогда не существовал Но в реальность которого поверили миллионы зрителей по всему миру В «Эмили» режиссер Жан-Пьер Жене создал образ благополучного пасторального Парижа Который населен взрослыми детьми И пусть мы пока не можем попасть в этот милый, уютный и такой родной город Он всегда будет жить на экране и в наших воспоминаниях Как прошлое, которое уже не вернуть И как первая любовь, которую никак не забыть Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok